Робко шагая по ступеням 41-й гимназии, старшеклассники спешат на государственный экзамен. Сегодня по всей стране основная волна ЕГЭ начинается с итоговой тестации по географии и информатике. Нас научили, что волнение лучше отбросить, поэтому мы все холоднокровные. Мы проводили многие долгие часы на консультациях, нас готовили. Так что вполне готовы сдать экзамен. В этом году по всей стране 5000 пунктов проведения ЕГЭ. Из них 4 находятся в Новоуральске, в 58-м лицее, в 48-й школе, 40-й и 41-й гимназии. Каждого выпускника пропускают через металлоискатель на наличие электронных устройств и сотовых телефонов. Ведь на экзамен пронести с собой разрешается только ручку и паспорт, который ребята предъявляют организаторам проведения ЕГЭ при сверке фамилий в списках. Хочется, конечно, очень хорошо написать, но просто нужно, мне кажется, собраться, потому что учителя в школе нас подготовили. Мне кажется, подготовлены на достаточно хорошем уровне. Думаем о том, чтобы попался нормальный вариант, наверное, чтобы задания были хотя бы решаемые. Но переживаем, понятно, потому что от этого потом зависит много. Ну и все, наверное. А почему выбрала такой непростой предмет? Ну, потому что информатика нравится, и она, в принципе, достаточно понятна для меня, понятнее, чем все остальные предметы. Ну и хочется с ней как-то связать жизнь потом. В аудиторию ребят запускают по одному человеку с указанием на заранее определенную для каждого парту. Для ЕГЭ по географии и информатике в 41-й гимназии сегодня задействовано две аудитории, хотя готовых классов для проведения ЕГЭ намного больше. Девять аудиторий 41-й гимназии оборудованы вот такими IP-камерами в каждом классе. Их по две. Посмотреть, что происходит на государственном экзамене в классе можно будет здесь, в штабе, на центральном компьютере. Здесь отображается вся картинка, происходящая в экзаменационных классах. Вскрытие конвертов, распечатка с диска экзаменационных заданий и сама работа. Кто повернулся, кто отвлекся, кто читает вопросы. Каждый шаг процесса ежесекундно контролируется наблюдателями и организаторами ЕГЭ. Правда, такой тотальный контроль старшеклассников не страшит. Я вообще не думаю, что кто-то есть в аудитории со мной. Я сконцентрирован четко на работе, на задании, стараюсь из себя выжимать все силы. Я даже не обращаю внимания, что кто-то ходит, кто-то двигается. Всегда все идет самим собой, так сказать, работа. От паков программно-аппаратных комплексов до IP-камер. За неделю до начала основной волны государственных экзаменов специалисты установили сетевую инфраструктуру в школах. В этом году нами подключено по Свердловской области 1618 аудиторий. 97% из них будут транслировать изображения в режиме онлайн. Остальные 2-3% будут идти в режиме записи. По Новоуральску у нас подключено в данном проекте 4 школы, 39 аудиторий. Все идут в режиме онлайн. Рособорнадзор четвертый год сотрудничает с компанией Ростелеком. На оказание услуг по организации видеонаблюдения при проведении ЕГЭ заключен государственный контракт, в рамках которого технические специалисты не только оказывают видеосопровождение госэкзаменов, но и хранят видеоинформацию в течение трех месяцев после окончания ЕГЭ. Мы работаем уже не один год под таким пристальным наблюдением. Во-первых, это защита организаторов. Организаторы у нас могут оказаться в любой ситуации. Во-первых, мы смотрим на центральном, на нашем компьютере, что какая-то нештатная ситуация, мы тут же можем предугадать ее, и может член ГЭК сразу прийти, так сказать, на помощь. По всей России 618 тысяч старшеклассников будут писать в этом году ЕГЭ. В Новоуральском округе свои знания по разным предметам будут демонстрировать на итоговой аттестации 449 мальчишек и девчонок. География и информатика уже написаны. Впереди самые сложные и обязательные для сдачи школьные предметы. Желаем всем 11-классникам ни пуха, ни пера. Наталья Ребрищева, Антон Пылаев, Дмитрий Дедюхин. Новоуральская вещательная компания.